Близится новый год и проблема подарков стоит как никогда остро. Портал Мистер Холст предлагает невероятное создание портрета в виде персонажа комиксов по фотографии. Сделайте друга Бэтменом, Росомахой или даже Чудо-женщиной. Такого оригинального подарка не ожидает никто. Игры, сериалы или кино для художников не существует ограничений. Они исполнят любую вашу прихоть. Бросьте вызов скучным безделушкам. Кликайте по ссылке в описании и сделайте своих близких супергероями, подарив незабываемые впечатления. А начать хотелось бы с того, какие идиоты додумались перевести название фильма как фантастические твари. Если слово бист переводится как звери, а не твари. Вы можете себе представить, чтобы Ньют Саламандер, который любит своих животных, так назвал свою книгу. Я пишу книгу о магических существах. Вот, о существах он пишет, а не о тварях. Ладно, вернемся к началу. Бездари-мракоборцы, осуществляя захват прокачанного темного мага, предпочитают стоять плотной группой, что позволяет Грин-Девальду приложить минимум усилий для уничтожения сразу пятерых мракоборцев. Ну не придурки ли? Интересно, каким образом Саламандер вывез целый чемодан запрещенных магических существ из Британии? В мире магов вообще существует таможня? И куда смотрит министерство магии, что колдуны свободно колесят по миру без какого-либо контроля и надзора? И почему по прибытию в Штаты волшебники проходят паспортный контроль маглов? Если при помощи магии в состоянии на раз-два обдурить любого таможенника. Но главное, волшебник, владеющий перемещением себя, вещей и друзей в пространстве, зачем-то стоит в очереди на паспортном контроле и мямлит какую-то чушь под взглядом пограничника, когда мог еще с палубы корабля трангрессировать за пределы таможенной зоны. Ну это просто бред. Если требуется продвинуть сюжет вперед, сценаристы разрешают магическому существу сбежать даже из закрытого волшебного чемодана. В переполненном банке никто из людей, разумеется, не замечает, как рот-клиптоман щипачет чужое имущество. Но самое непонятное, почему Саламандр, имея арсенал различных заклинаний, не применил одну из них для поимки Нюхлера, а вместо этого решил носиться по банку, привлекая ненужное внимание. Что мешало хотя бы использовать заклинание Акцию для поимки существа. Но кто бы сомневался, Саламандр без каких-либо трудностей применяет нужное заклинание, когда крот уже ускользнул в хранилище. Хотя, с другой стороны, совершенно непонятно, почему Саламандр позволяет себе накладывать заклинания на маглов. Маглы не маглы, ему вообще плевать, ведет себя как сын прокурора. Гарри Поттера, например, вообще судили за использование патронуса в переходе. Увы, к несчастью, вы видели слишком много. Все закончится в один миг. Да, а как же быть с управляющим банка, на котором осталось висеть заклятие о столбеней, и охранниками, которые точно видели, как двое неизвестных просто размылились в воздухе. И только, чтобы завязать знакомство двух персонажей, Саламандр непонятно каким образом обронил огромное яйцо. Словно он его только что сам снес. Причем яйцо-то серебряное, так что британский пацанчик при любом раскладе должен был почувствовать, как его карман стал легче на полкилограмма. Да, а то, что ты на глазах целой толпы использовала магию телепортации, это значит нормально? Прямо какой-то оборотень в погонах. А что, сразу в министерство нельзя странгрессировать? К чему эти хождения по перекресткам? В то время, как у отсталых американских маглов еще в 1926 году во всю Куклус-клан, и даже спустя 13 лет исполнительницу роли мамушки Хэти Макдэниел не пустят на торжественную церемонию фильма «Унесенный ветром», у продвинутых магов в 1926 году уже не только президенша, но и президенша цветная. А вот черных гей-магов, наверное, подвезут к сиквелу, чтобы уж точно соответствовать номинации на Оскар. Ты говоришь, как истинный политик. Кина, как сотрудник, не работающий в отделе мракоборцев, может без стука заходить к президенту магов Северной Америки. При этом, готовясь ко встрече с президентом, даже не удосужилась убрать с губ остатки горчицы. И правильно, что она. Больше не мракоборец. Достаточно и таких слабаков в министерстве. Раз и пропали показания по важному судебному процессу. Да, дело производства в министерстве магии прямо на твердую пятерку. Прячется под стол от начальника? И это бывший мракоборец, желающий вернуться в строй? И вот интересно, как эта особа с легким оттенком дебильца на лице была еще мракоборцем, когда понятие дедукция и индукция для нее, видимо, запчасти автомобиля. После восхитительного сюжета о мальчике, который выжил, мы наблюдаем высосанный сюжет на основе случайно перепутанных чемоданов. Это омерзительно. Если у Саламандра не хватило времени, знаний или мозгов починить замки от произвольного открывания, почему он хотя бы не включил режим маглоотвода, что отлично защищает от бегства существ? Из чемодана сбежал гигантский носорог. Но люди о нем в курсе только возле дома Ковальского. Весь остальной город ни сном, ни духом. Мало того, по городу бродят гигантские магические существа, а министерство магии дружно на это забило огромный болт. И это при том, что у них имеется устройство активности волшебства, которое, разумеется, срабатывает только при появлении обскурии. Тут странный, малоизвестный британский волшебник и непонятно чем укушенный магл, которому запрещено демонстрировать магию, правильно приведу обоих к себе домой. Да и на кой черт Тина притащила Ковальского? Тем более, что помощи ему все равно никто не оказывает. Просто накормили, чуть не соблазнили и спать уложили. Есть заклинания для управления утюгом, левитации предметов и даже приготовления еды. А вот заклинания для удаления воды из одежды нет, так что приходится по старинке сушить вещи над камином. О, существо из чемодана? Быстро применяй акцию. Нет, не хочешь? Ну ладно, хозяин барин. Если выход из чемодана только из этого небольшого домика, как всю эту хибару не разломал носорог, когда выбирался из чемодана? Это ради него я приехал в Америку, чтобы привезти Фрэнка домой. В родную аризонскую пустошь. Если птицу гром требуется доставить в Аризону, для чего Саламандр притащился в Нью-Йорк, на противоположную часть Соединенных Штатов? Просто удивительно, как такое количество разного вида существ уживается на одной небольшой территории. И как сохраняется порядок, пока Саламандр находится вне чемодана? Если тут находятся такие шкодные существа, как крот-клиптоман, обезьяна-невидимка и гигантский носорог. В Центральном парке зима в самом разгаре, а вот в городе снег слегка заметен только вдоль бордюр. Причем Ковальский вообще расхаживает в одном костюме. Видать, сильно он нагрелся от заигрывания сестренки Тины. Сейчас ночь и нет свидетелей, да примени ты уже на Нюхлера чары притягивания предметов. Не хочешь? Ну и хрен с тобой. Первый симптом – пламя и зануса. Вы умеете читать мысли? Не волнуйтесь, милый. Увидев меня, большинство думает то же самое, что и вы. У нее течка. Отличные реплики для фильма с рейтингом 12+. Такими словами не бросаются в приличном обществе. С носорожьем ускусы. Он привлечет ее. Зачем привлекать запахом носорога? Используй заклинание Акцию и сразу загони ее в чемодан. Кто-нибудь покажите ему, как это делается. Акция Крис-Траш. Еще отличница называется. Есть кто-нибудь, кто нормально знает это заклинание? Акция Бадьян. Ну вот, совсем другое дело. Гарри, респект. Вот именно за такой отыгрыш Эдди Редмейну должны были дать Оскара, а не за девушку из Дании. А грех тут в том, зачем вся эта клоунада, если через секунду самка будет бежать на запах феромонов за ковальским и без всяких породий на носорога. Оказывается, будущий пекарь умеет лазить по деревьям не хуже коалы. Какая удобная приблуда у носорога для тех, кто случайно засел на дереве. Как могла сработать палочка в руках обезьяны, если требуется произнести заклинание? Если всего-то нужно прислонить чемодан к носорогу, чего это Саламандр просто не трангрессировал вплотную к животному с самого начала? Безмозглый идиот! Полезай! Как мне кажется, ребята забыли, что пару минут назад они нанесли на себя феромоны носорога. Представляю, что там с ними сейчас делает гигантская носорожиха в замкнутом пространстве. Дай мне взглянуть на них одним глазком. Быстро. Очень. Ну вот опять, на заседании министров магии может заявиться любой посторонний, которому незамедлительно предоставляют слово. Вам уже целые сутки известно, что у незарегистрированного волшебника в Нью-Йорке сбежали магические существа, и вы сообщаете об этом только когда погиб человек? Так это как раз работа твоего министерства, отслеживание и регистрация прибывших колдунов. Да если бы Тина случайным образом не столкнулась с Саламандром у банка, о его присутствии в городе вообще бы никто не знал. То есть без хозяина он бесполезен? 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 Это паразитическая магическая сила, которая убила ребенка. Как вы хотите ее использовать? Только потому, что Саламандр уличил Грейвса в желании использовать Обскура в своих целях, последний решает исправить свою оплошность смертельным приговором тем, кто может его раскрыть. И это при том, что в кабинете находится еще пара магов-свидетелей, которым, разумеется, подозрительное поведение Грейвса по барабану. Неужели? Но это еще цветочки больше всего вымораживает, как один сотрудник министерства в состоянии вынести смертельный приговор двум магам, без рассмотрения дела, доказательств, свидетелей и судебного процесса. Исполняйте немедленно. В голове не укладывается, для чего был придуман такой абсолютно бессмысленный и громоздкий способ исполнения смертельного приговора, когда имеется действенное и простое заклинание. Или еще проще. В мире магов, конечно же, не принято обыскивать арестантов. И это в том мире, где даже пуговица может оказаться с руками и ногами. Любо-дорого смотреть, как чудаковатый безобидный ботаник в секунду расправляется с тремя сотрудниками министерства. И особенно с теми, кто как никто должен быть подготовлен к непредсказуемым выходкам смертников. Под давлением наглого и прямого шантажа, ответственный сотрудник легко передает задержанного местной фифи. Вообще непонятно, чем занимающийся в министерстве. А Сесилия знает про тебя и Руби? Дверь, запечатанная магией, легко сдается под натиском ударом магловской ноги. Видать, не зря волшебники боятся войны с простым людям. Пара таких толстяков с ударом Леонида изведут не одну сотню магов. Спасение Тины развивается без всякого намека на здравый смысл. В помещении, как минимум, имеется две волшебные палочки. Первая и вот вторая. Что мешает Саламандру взять палочку и одним взмахом вытащить Тину из смертельной жижи, чем надеяться на удачный пролет попугая в нужном месте. Забудь об этом. Уверен, ты поступил бы так же. А доблестные мракоборцы, как всегда, доказывают, что в состоянии только бессмысленно сотрясать воздух. На протяжении всей сцены на крыше, лечурка на плече Саламандра при смене ракурса то исчезает, то появляется. При убийстве сенатора, обскур абсолютно невидимый. Однако, когда убивает мать, он уже в образе темного облака. Невидимое существо устроило переполох в районе 5-й авеню. В универмаг Мельсис, может быть, найдете то, что ищете? Как удобно, что по наводке Гнарлока, камуфлоре и аками второй день находятся в одном магазине. И как удобно, что для уменьшения размера аками на чердаке оказались так нужные насекомые и фарфоровый чайник. И аками так удачно заметил таракана в руках Ковальский. А Ковальский и Тина с ювелирной точностью сработали по переброске и поимке букашки. О, так Криденс и есть обскур? Тогда если он доверял Грейвсу, то какого черта при встречах не рассказывал, что с ним происходит? Наверное, специально растягивал сюжет. Криденс расправился с оскорбившим его чиновником и матерью без промедления. А вот для главного злодея, само собой, делает исключение, предпочитая бессмысленно крушить ни в чем не повинный город. Ну и чего мы смотрим? Перед тобой существо, что ты так долго искал. Может, попытаешься при помощи заклинаний его как-нибудь заарканить? Ну вот, не успел. Это неудивительно. У Грейвса стопроцентные полномочия замочить разыскиваемую преступницу, приговоренную к смерти. Но злодей упорно отказывается совершать легкое убийство и дает шанс героине вернуться в запланированных сиквелах. Конечно же, полицейские установили кордон именно на той улице, где совершенно случайно решила пролететь взбесившаяся обскурия. Так, насчет трансгрессии или телепортации. В Гарри Поттере утверждалось, что трансгрессировать можно только в места, которые вы видели или бывали ранее. Вот каким образом Саламандр телепортировался в подземку, если он находится в Нью-Йорке впервые и ранее никогда не бывал в этом метро? Я не понимаю, что произошло? У нас по городу носится необъяснимая магическая хрень. Маглы в шоке. А давайте для полной коллекции создадим магический купол прямо у них на глазах. У Грейвса мало времени до прихода мракоборцев. И вместо того, чтобы мгновенно убить сбежавшего преступника, или хотя бы бросить на него заклятие столбеней, сыплет на него без перерыва какие-то молнии, от которых у Саламандра даже прическа не сбилась. Ты чем в него пулял, дурик, щекочущим заклятием? Да, уж должен признать, я надеялся на большее. Кина проскочила под купол раньше всех, но появляется в подземке только спустя несколько минут. Наверное, забыла, как трангрессировать. И всё, пару десятков выстрелов и обскурья сдулась. И какой же тогда войны собирался добиться Грейвс, используя такое слабое существо? Я понимаю, у Гриндевальда от выходки мракоборцев бомбит по полной. Но разве стоило раскрывать свою личность, когда обскур всё равно уничтожен? Почему Гриндевальд просто не продолжил играть роль директора отдела магического правопорядка и искать новые способы развязать войну? Очень бы хотелось взглянуть, где находится лагерь по подготовке магических боевиков такого уровня, которые в состоянии отражать атаки дюжины мракоборцев во главе с президентом Министерства магии. Хе-хе, волшебно, я доволен, это же наш парень, согласен, а я так и думал. При этом в Европе Гриндевальд одним заклинанием нагибал пикерых мракоборцев, а в Штатах вдруг взял, да и стал мягкотелым. Ой, какая молодец, проявила себя, когда всю работу сделал Саламандр. Только глупец считает иначе. Само собой, только Саламандр допёр проверить внешность Грейвса на подлинность. Выходит, кто угодно может подменить личность и свободно устроиться в Министерство магии. В организацию, где подобные уловки как раз должны разоблачаться по щелчку. Да это то же самое, если постоянно обдолбанный наркот будет работать в отделе по борьбе с наркотиками, и никто на это не будет обращать внимания. Если Гриндевальд в образе Грейвса, опираясь на законы Министерства, в одиночку за пару минут приговорил к смерти двух магов, почему сейчас президентша не казнит на месте опасного тёмного волшебника? Или что, Гриндевальд единственный, на кого не распространяются данные законы? Магическое сообщество обнаружило себя. Нельзя наложить заклятие забвения на весь город. Я думаю, можем. Круто, конечно. Только как распылённый яд индивидуально для каждого человека определяет, сколько стереть ему воспоминаний? И как быть с теми людьми, кто видел магию, но не попал под дождь забвения? И как дождевая вода так мгновенно попала в систему водопровода Нью-Йорка? Опа, так чемодан можно было просто перевязать верёвкой? Мерлина борода, чего же Саламандер не сделал этого сразу по прибытию в Нью-Йорк? Альбус Дамблдор? Когвартс. Два слова. Всего два слова, произнесённые в этом фильме, отсылают нас к истории о Гарри Поттере. И даже эти два слова нам поленились хотя бы мельком продемонстрировать. Субтитры сделал DimaTorzok